я бы попросил вот сейчас позвонить если он меня слышит я не могу сейчас вернуться зайти ватсап там много чужих телефонов а мне обижаются когда видят люди чужие телефоны если он меня слышит он знает о ком речь идет я хотел его порасспрашивать попытать потому что это еще один наш человек если он сейчас раздастся звонок ну и слава богу а я пока буду продолжать ладно будем считать что про мочевину и про этот самый ой боже мой то сколько приметивно пометок упороз ну короче вы поняли ничего не наступил рассвет помните однажды я люблю повторять что однажды наш писатель знаменитый писатель знаменитый у меня памяти нет спросите фамилию не помню но знаменитый и он начал принес этому самому издателю свой роман первая фраза звучало так еще не наступил рассвет а в стране дураков уже кипела работа вот николай петрович николай петрович привет добрый день я могу уже рассказывать да 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 вы второй почетный гость давайте спасибо за почетного гостя значит что я хотел сказать зовут николай петрович пенсионер живу москве а участок у меня в сергиево-посадском районе московской области я ушел на пенсию как 10 назад и занялся своим садом но поскольку я ни разу не агроном тем более не кандидатом я начал заниматься самообразованием интернет книги последние три года я хожу на занятия московский институт с удовольствием сейчас федеральный научный центр с удовольствием по программе московское долголетие много интересного я там узнал спасибо преподавателям но вот пять дней назад я случайно набрел на ваш сайт в интернете посмотрел послушал и извините обалдел теперь вопрос как так могло случиться что ни один преподаватель которым я разговаривал с камер которым я преподавал ничего не сказал о абрикосах которые спокойно растут в в сибири причем такие бабликов с которых я в московской области не видел ну подумал может быть я такой дилетант бестолковый я мало смотрел мало читал и решил позвонить специалисту позвонил кандидату сельхозяйственных наук она занимается как раз косточками и спросил ее знает ли она вот о том что я сказал о железе а его абрикосах в северном с удовольствием она сказал нет никогда не встречал вот у меня в связи с этим вопрос как так наша наука причем это не просто там какая-то центральный институт главный федеральный научный центр с удовольствием и живут своей какой-то капсулы пишут отчеты пишут какие-то журнал статьи ставят самые диссертации конференции и прочее 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 и не смотрят что происходит на земле не интересуется то есть с удовольствие практики и наука с удовольствием существует каких-то параллельных мирах не пересекающихся вот это мне непонятно вот я с удовольствием послушал сейчас вашу ученицу сейчас она кандидат наук многое что она рассказала я тоже подтверждаю потому что я сам и стулы и на том предприятии где она называется она правильно фито генетика и с шапуновой анны аркадьевны я знаком я тоже все это видел вот да есть какие-то удивительные люди которые мы как бы выбираются из общего ряда но вся остальная это наша наука все наше остальное с удовольствием почему они имеют возможность заниматься черти чем и не заниматься тем что реально существует то что люди уже в инициативном порядке без всякой финансирования сами сделали чтобы ответил нет на этот вопрос вопрос гражданин михеев это товарищ михеев это литерический вот а подмосковье существует сад который я только два пальца загнул сад железного сад латинкова так а третий-то под боком у вас там живет алексей иванович макаров удивительный сад удивительный человек он простой работяга может читать лекции сейчас к академикам ну не то что чему-то новому научить а хотя бы научить эффективному сада он уже сейчас может вот если бы это же дама пригласила бы его рядом заплатили за дорогу за лекции это сад номер три который может стать филиалом вот как только народу и ни один не это самое не не реагирует где у него сад где он живет говорит я живу подмосковья там понимать как хотите вот это на границе калужской московской дам его координаты дружите общайтесь сколько у него это уже сколько про него рассказывал я его в интернете нашел макарова я нашел его так что я с ним свяжусь и обязательно съезжу тем более что у меня я сам пыляк почему я говорю что я фитогенетики был я заезжаю туда регулярно и с анной аркадьевны я общаюсь тоже не первый раз и эти лаборатории видим эти размноженные инвитра растения тоже видел но этими технологиями сейчас занимаются очень многие в том числе институт судоводства и я был в главном ботаническом саду там тоже занимаются я хочу сказать что лед тронулся сейчас уже селекция занимаются не теми старыми методами которые там на то чтобы вывести новый сорт там по 20-30 лет люди тратили сейчас этим занялся курчатник то что вот называется геномодификации сейчас они вот эту наследственность разбирают на локусы и конструируют что называется со своими методами на совершенно другой основе новые сорта это то чем давно уже занимаются скажем канаде я сталкивался занимался жемлостью там кушать сортов жемлости хотя исходный материал они брали на соколине на курильских островах и в частности в сибири в томской области вот новыми методами настоящий ученый дали а все это что такое сидит и только диссертациями и отчетами занимается это все мусор гнат на них чертовой матери никого так сейчас я вас перебью знаете почему мне нужно некий итог подвести дом сейчас вы держите за стул вы пусть держится за стул елена сада совенич чтобы от удивления не упасть и надо переходить на другие тем большинство людей то чего же говорили извините даже не колышет почему практика практика нужно выращивать сады во всех регионах в этом году особый год москва по несколько сопутствующих областей завалены снегом знаете а это для многих деревьев беда вот надеюсь вы не будете спорить это раз теперь буду сегодня он был был вреда не нанес я заранее говорю страшное бедствие почему потому что мы себя еще не проходили вас это вы сажал поэтому у меня не должно быть у меня если какие-то ветки у нас месяца были декабре даже морозы за 30 вот этого что-то для вас 30 что-то на 40 ну может быть я не об этом у меня участок на склоне там не должно быть подтопление нет подтоплений я только несколько небольших грядочек там с этими с молодыми молодой смородиной вот там уже поняла куда клоню миллионы десятки миллионов деревьев посажены в углубление и мало того что надо снег 20-30 сантиметров в центре европы и вдруг метр вот они сейчас там сходит долго люди жалуются идет неделя не сошел я же в центре паутины третья неделя снег еще не сошел четвертая деревья это молодец до посадили а миллионы деревьев сейчас гниют я вот о чем говорю это беру так ладно теперь я по самое главное скажу можно вы теперь отключайтесь и вы становитесь рядом слушателем ладно есть но вам все равно спасибо за участие так теперь друзья значит я договорю самое главное хотел сказать и так существует все таки самая настоящая эволюция она развивалась не запасовым путем значит наличие зародыша в клетках я только про деревья кустарники пусть там делать что хотят вот они всегда сидятся под снегом деревья обязаны иметь двух родителей это может быть только с помощью опыления два родителя потом идет так мама не морозостойка зато вкусная папа морозостойки зато не вкусный в одном случае получили дерево которые результат ну семечку кошку высадили получили дерево которое живо зато есть невозможно по пошло в это папу который который вкусы но не морозостойки она замерзла и так это продолжается десятки лет и сотни лет продолжается у науки но тем не менее миллионы лет эволюции привели именно к этому а вот несколько волн ледниковых периодов привели к тому что деревья имеет и генах имеют возможность и особые гены для выживания в самых морозных условиях раз гены для выживания в самых сухих условиях 2 гены при буквально как они называются всемирный потоп 3 не все в них все погибают даже всемирные потопы с это сама дикая жара 4 супер морозы 5 и все равно время от времени щелк происходит и там именно у дерева который имеет двух родителей максимальных шансов на выживание все елена сана извини конечно вы даже где-то заступали за это за микро клонирование при микро клонирование один родитель это овечки доли никогда они не приблизиться по своему назовем это даже несовершенство она может быть невкусно но по жизнестойкости я новый термин вел не морозостойкость не зимостойкость жизнестойкость потому что на самом деле фактору больше чем четыре фактора у вас у вас учили помните зубри что такое зимостойкость а их на самом деле добрый десяток 20 факторов вот и все это ваши овечки доля не ваша вот я хотите я скажу вашу пользу огромное важное замечание когда вы закончили университет у вас по моему не брали в аспиранты было такое от вас собственно ту атера самый выдающийся студентка лауреатка там это красный диплом путинская у не это стипендианка фактически его вас отправили на улицу хорошо в другом месте университете вы сейчас так вот вам предлагали что должность директора директора плодопитомника сквозь сквозь этим самым микроклональным направлением было а мы отказались а сам тогда сказал если бы согласились с директором овечек доля я с вами прекращаю дружбу и это было еще раз это очень вы можете обижаться на мне это очень важный момент никогда сливы и вишни абрикосы выращенные по методу овечки доли никогда не это не смогут жить ни в сибири не даже средней полосе в этом году слева от этого уральского хребта мне даже это аж не по себе 40 45 50 люди хвастались везде выставляли фотографию своих градусников 52 54 это где это южный урал вот каких чертовички доли вот но извините ты знаешь манеру и я по-другому не могу я хочу чтобы тебя заметили в москве я хочу чтобы не ждать пока это самое ты станешь академиком вот и ты уже не сможешь засыщить рукава и своими руками вырастет сад а вот сейчас молодая здоровая и хочет искать девчонка я еще раз говорю ребята наших рядах человек необычайных дарований вы сейчас я слышали вот это елена сада савельевич второе вы знаете лучше питомника вот россии а разве без его саженса можно отмечать этим самым мичуринске москве в теме разве можно вырастить настоящий сад мы это уже создали этим самым все что готово только посадить сила и не надо приучать в москве вот я сада вот это я хотел высказаться а вдруг услышат